Бодай, каждая сфера зараз переживает тяжкие часы, как по заклику медиков меньше контактовать с, так скажем, внешним светом. Многие люди больше часу проводят дома, мкнутся обыходить громадские места, кафе, рестораны, кинотеатры. Галина послуха и громадского охаршования терпит страты. Причины закономерные и зрозумелые. Какие решения доводятся принимать кероникам у новой ситуации, сюжет Марины Джалой. Хлеба и ведовищ, так оценивав пожадания рымлян поэтца Тирк Ювенал. Цитата, якая стала применяться повсюду, актуальна и до нашего часу. Человеку треба быть сытым, иметь мягчимость культурно отпочить. Зараз за несприяльной эпидемиологичной обстановки у людей закликают отзвычного баулення вольного часу отмовиться. Беряшчи свое здоровье, гэта у тем лику не наведывать людные месцы, наприклад, кинотеатры. Хотя фильмы и тут протягивают демонстровать, але принимают необходные меры для дистанцирования глядачу. Кинотеатры у нас не закрываются, кинотеатры не у нас работают. Но, в общем-то, как и наши коллеги в других областях, мы были вынуждены переформатировать немножко нашу работу, для того, чтобы минимизировать возможные экономические потери от сложившейся ситуации. Поэтому, возможно, от каких-то сеансов нам приходится отказаться в какие-то периоды времени, возможно, конечно, какие-то иные вещи нам приходится делать, которые не видны нашему зрителю. В Гомельске рестораны и кафе так само открытое можно выбирать любой день и столик. Коли такое было? А зараз гэта наша реальность. Люди не только застерегаются наведывать людные месцы, а и просто экономить. И хотя многие объекты громадского харчевания кошт на свои стравы покинули на раннейшем узровне, широк товара в крамах за рост курсу доллара подорожал. Тем временем, молодальники бизнесу выносят свои пропоновы по оптимизации працы в сегодняшних умовах. Надо рассматривать вопрос со стоимостью арендных платежей, потому что применяются коэффициенты. И вот сейчас ведем переговоры, чтобы эти коэффициенты как-то снижать. С оплатами коммунальных услуг за электроэнергию присутствует такое понятие, как валютная составляющая. Тоже надо рассматривать этот вопрос, чтобы как-то снижать. Потому что реально сейчас всем тяжело. Я понимаю, что сфера услуги, в частности общественное питание, оно оказалось на острие вот этого копья, который сейчас вклинивается в наше общество. И, наверное, мы первыми ощутили трудность. Я так думаю, что мы первые, но мы не последние. Поэтому надо, чтобы и правительство поддерживало. Ваши коллеги, ну, такое же примерно выстроили? Да, в пятницу проводилось совещание в областполкоме. Мы присутствовали представители большинства предприятий общественного питания. В общем-то, было проработано как бы письмо. Сейчас вот мы его, наверное, будем отправлять в официальные органы. О том, какие трудности испытывает малый и средний бизнес. В частности, еще раз повторяю, сфера общественного питания. Ну, а уже как, какие будут приняты к этому меру, не знаю, посмотрим. Поколь керавники выращают масштабные задачи, к каждому из нас треба клопотиться об уластном здоровье и безпеце своих близких. Памятайте про антисептики, мыть рук, выкористание масок и необходимость больше часу проводить дома. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель».